Я только что узнал о приговоре, вынесенном лучшим представителем ингушского народа по так называемому ингушскому делу. Поэтому я не мог сразу же не обратиться к президенту Российской Федерации Путина Владимира Владимировича по этому вопросу. Владимир Владимирович, этот приговор не только этим глубоко уважаемым людям, а всему ингушскому народу. Создание экстремистской организации и противодействие правоохранительным органам не только ингушскими старейшинами, но и участниками митинга – это оголтелая ложь, это очередной геноцид над ингушским народом. Ингушетия с ее малочисленным народом – маленький островок добра и чести, чего он только не претерпел от властей бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это незаконная насильственная депортация 1944 года. После признания и принятия декларации Верховного Совета СССР и реабилитации, пригородный район был оставлен в составе Северной Осетии. Ингуши не могли поселиться на искренно своей земле, вернуться в свои родные дома. Принятый в 1991 году закон о реабилитации репрессированных народов вселил в нас надежду, что возврат ингушам, их искреннюю землю, пригородный район, вернут то, что ингушам принадлежит по праву, восстановят то, что нарушено. Вместо этого российская власть поддалась пропаганде, клевете против истории, событий против ингушского народа. Приняв осетинскую сторону, российские войска с применением танков, авиации, орудий град Алазань, ракетно-артиллерийского огня создали условия осетинским бандитам под своим прикрытием живьем сжигать стариков, женщин, детей и уничтожить все дома ингушей, пригородном районе. Взорвать или занять осетинами после предварительного ограбления порядка 600 квартир в городе Владикавказе. Надо прямо сказать, что мародерство возведено в осетинскую политику. Таким образом, осенью 1992 года над ингушами совершен второй геноцид. В 20-е годы нынешнего века ситуация в Ингушетии сложилась следующим образом. Ингуши были в ожидании возвращения пригородного района. Вместо этого бывший глава республики втайне от народа подписывает соглашение о передаче другому соседу 10% от оставшейся мизерной земли Ингушетии. Таким образом, соседи за счет малой земли Ингушетии развегают свои границы непомерно. Владимир Владимирович, вы же сильный человек, сильная личность. Почему вы не воспротивились такому беззаконию? Ведь сильный человек всегда становится на сторону слабого. Поставленный вами бывший глава республики ничего не предпринял по выполнению своих обязанностей по безопасности граждан и сохранению территориальной целостности республики. Кроме этого, республика занимала первое место в динамике коррупции среди объектов Российской Федерации. Очковтирательству, нищете. Власть республики обязана была заниматься этими вопросами, но у нее не оказалось ни чести, ни национального достоинства, а только никудышными управленцами они оказались. В такой ситуации народ, без всякой организации, чувствуя в очередной раз ущемление своей чести и достоинства, добровольно народ вышел на официально разрешенный митинг, чтобы услышали их мнение, в том числе и вы, Владимир Владимирович, в надежде, что вы поможете отстоять справедливость, правду. Но вы, президент великой страны, позволили в очередной раз избить кингушей лишь только за то, что они пытались отстоять свои права. Между тем, хотелось бы вам напомнить слова великого русского писателя Рва Николаевича Толстого. Если нет красоты, правды, добра, нет величия, ведь правда и добро с вашей стороны кингушскому народу полностью отсутствует, что подтверждается приговором по надуманным обвинениям почетных старейшин, молодую женщину и других достойных представителей кингушского народа, которые далеки от создания какой-то экстремистской организации или применения силы против правоохранителей. Приговор, вынесенный по так называемому ингушскому делу, а на деле всему ингушскому народу, это очередной геноцид над ингушским народом. Он вынесен без всяких оснований нарушения прав человека и равноправия ингушей. Ингуши всегда были и есть в дружбе с Россией, но на всех войнах, во всех войнах отважно воевали на ее стороне. И вы, Владимир Владимирович, не будьте врагом ингушского народа, отпустите невинных людей. Вы же верующий человек. Всевышний по этому делу у вас спросит. «Я же тебя породил нормальным. Что же ты наделал? Исправьте эту вопиющую несправедливость и беззаконие». Непонятно в сложившейся ситуации молчание главы, правительства, депутатов и других чиновников средств массовой информации ингушетии, которые обязаны защищать народ и территориальную целостность своей республики. Владимир Владимирович, я уроженец села Ахкиюрт пригородного района, казахстанец, пользующийся всеми правами и возможностями в республике Казахстан, героев Сулман Сайдарович, казахстанец ингушского происхождения. Обращаюсь к вам. Уделите внимание судьбе ингушского народа, восстановлению его попранных прав, создайте какую-то комиссию по изучению положения этого народа. Отмените приговор по ингушскому делу, ибо он касается всех представителей моего народа, какой бы части мира они ни находились. Обращаюсь ко всем чиновникам ингушетии, депутатам, средствам массовой информации. Не молчите, не бойтесь говорить правду, не теряйте чувство собственного достоинства, гордость, крепость духа, которые были присущи нашим отцам и дедам. Обращаюсь ко всем достойным, порядочным людям Российской Федерации. Не будьте равнодушными к судьбе ингушского народа в попытках нагнать на него страх, устрашение, унижение его достоинства. Если будете молчать, то отношение к ингушам будет спровоцировано на другие регионы и народы Российской Федерации. В надежде на восстановление справедливости над ингушским народом Салман Героев.